Всем тихой ночи. А вот и продолжение хаба войны на всех фронтах под названием Anastasis. Хаб, называющийся Война на всех фронтах, повествует об одном из миров мультивселенной SCP, в который вторглись водные гиганты, принявшиеся завоевывать для себя этот мир, уничтожая человеческие города. Также, используя свои мистические силы, они начали поднимать уровень мирового океана, желая затопить всю сушу. Повествование Войны на всех фронтах заканчивается на том, что монстры уничтожили почти все человечество, но остатки людей, выжившие на острове из ирландских легенд, продолжили борьбу, а Anastasis — это отдельный хаб, который продолжает эту историю и представляет собой серию объектов и рассказов, которые на самом деле являются главами единого произведения. Да, если Война на всех фронтах по стилистике больше похожи на старинные ужасы, то Anastasis резко меняет стилистику и больше похож на сюжет для аниме. Первый рассказ следит за Станиславом Николаевым, бывшим оперативником организации ПГРУ, который после распада Советского Союза перешел в лабораторию Прометея. В лаборатории перед ним была поставлена задача — придумать способ эффективного убийства гигантов, ведь обычное оружие не очень-то впечатляло мистических тварей. Решение, предложенное Станиславом, заключалось в том, что необходимо научиться управлять этими существами, ведь именно этим и пытался заниматься отдел по игру, желая превратить Кракена в оружие Советского Союза. Для реализации этого проекта лаборатории выкупили труп первого монстра, того самого, что был убит на острове Бразил, Умкит, а также связалось с Андерсон Работикс и представителями саркетистического культа. Создание кибернетически управляемого магического гигантского подобия Ктулху с крокодилией головой, что еще нужно для спасения человечества. План надежный, как швейцарские часы. В то же время, наконец, просыпается местный фонд SCP и решает, что когда по миру ходят гигантские монстры, это как-то вообще не очень нормально, и объявляет их всех SCP-объектом, а именно SCP-5391. А раз монстры теперь считаются объектами, значит, надо их содержать. И фонд, разумеется, начал придумывать, как это можно сделать, попутно объявив, что произошел сорванный маскарад. И скрывать аномальные явления больше нет смысла. Первое, чем занялся фонд, это посчитал чудовищ. Их оказалось 27. Пятерых из них даже удалось подробно описать. Второе, это используя разные содержащиеся предметы, фонд разработал способ борьбы с монстрами, который в целом оказался не очень эффективен, но помог отпугивать гигантов, заставляя их отступать в океан, что помогло начать восстанавливать цивилизацию. Наиболее примечательный экземпляр SCP-5391. Это номер один, кибернетический кракен, пропитанный мрачной саркицистической магией, который вырвался из лаборатории Прометея. Он оказался наиболее агрессивным и опасным среди чудовищ, и его содержание стало приоритетом номер один для фонда. Для начала агентами SCP на руинах лаборатории Прометея был задержан бывший агент ПГРУ Станислав Николаев. Он оказался на грани безумия, и из его речи удается понять, что только гигантский монстр Кайдзю может убить другого. Помнится, в фильмах про гадзилу огромных чудовищ тоже называли Кайдзю. Даже не знаю, отсылка это или нет. Так или иначе, план Станислава в целом удается. Существо, теперь обозначенное как SCP-5391-1, вырвавшись из лаборатории Прометея, начинает испытывать страшный голод и быстро обнаруживает, что поедание земных существ и разрушение городов не приносит облегчения и никак не уменьшает страшного голода. Тогда оно понимает, что может быть сыто, только поедая других огромных монстров. Только они могут утолить его голод, и потому начинается охота. Сожрав одного из гигантов, существо осознает, что в этом мире их не так уж и много. Затем оно обнаруживает, что есть и другой мир, полностью набитый его любимой пищей, и отправляется туда. В итоге получается, что созданный в лаборатории Прометей кибернетический кракен, становится этаким пожирателем монстров, чудовищем для чудовищ. Вторжение гигантов приостановилось, но сам по себе этот мир остался полузатопленным и почти полностью разрушенным. Началось медленное восстановление, но похоже перемещение гибернетического кракена, пропитанного черной магией в другой мир, не прошло без следа. Два мира начали сливаться и соединились множеством порталов. Из соседнего мира начали прибывать и другие твари, как монстры, так и относительно безобидные. Вот общество Уилсона по защите дикой природы встретило огромную муху размером в 2 метра. Однако фонд SCP встретил более интересную штуку. Древний храмовый комплекс, обозначенный как SCP-5437. Изучение комплекса привело фонд к тревожному открытию. В нем происходило поклонение существам, похожим на гигантов кайдзю, что недавно громили мир. Более того, в сам храм было вмуровано тело одного из таких существ, и оно было похоже на огромного змеихвоста, с сотнями глаз на его гигантском теле. Также фонд нашел там фрески, которые на первый взгляд были похожи на что-то, относящиеся к Пятой Церкви. Потому позвали видного специалиста по пятеринству, который заявил, что ничего общего с Пятой Церкви в храме нет. Однако согласился изучить SCP-5437. Большая часть объекта SCP-5437 состоит из довольно длинного дневника этого человека, из следующего коридора храма, а затем и тела мертвого монстра, который, как оказалось, не умер да совсем, а впал в состояние между жизнью и смертью, которое и называется Anastasis. Заканчивается объект тем, что в храме происходит выброс энергии, который разрушает здание целиком. Тело монстра, которое при этом каким-то образом остается неповрежденным, перевозится в одно из учреждений фонда, где классифицируется как экземпляр SCP-5391. Таким образом SCP-5437 перестает существовать, а фонду удается таки поставить на содержание хотя бы одного SCP-5391, настоящего гигантского монстра. Следующий рассказ показывает двух человек, которые находятся в измерении библиотеки странников. Из их разговора становится ясно, что древние морские гиганты уже когда-то правили планетой, а люди им поклонялись как богам, но потом их сожрал змей, тот самый в честь которого названа длань змея. Между тем фонд SCP не сидел сложа руки и сделал наиболее подходящее оружие против гигантских монстров. SCP-5514 это гигантский человекоподобный робот, для создания которого фонд SCP использовал чуть ли не все аномальные предметы своего мира. Основой для создания робота послужил древний колосс, созданный культом механ SCP-2406, а с оружием помогла глобальная оккультная коалиция. В качестве источника энергии подошел SCP-037, миниатюрная звезда размером всего несколько сантиметров, который фонд нашел на заре своего существования. Анимешность усиливается, и впервые робот был испытан, конечно же, в Японии, где сразился с гигантом, который решил разрушить окончательно Токио. SCP-5514 победил существо, показав, что первое, что нужно делать при вторжении на мирной хрени, это залезать в гребаного робота. Далее по тексту происходит еще большее аниме. После нескольких эпичных битв появляется воплощение змея, которое предлагает свою помощь и начинает сражаться вместе с роботом с гигантским Кайдзю. Но внезапно из другого мира возвращается изначально роботизированный осьминог, который сходу стреляет лазером из пасти, в ответ на что SCP-5514 достает плазменный клинок. Между ними происходит максимально пафосная битва, в итоге которой робот получает непоправимые повреждения, но не без помощи змея побеждает Кайдзю. Последний рассказ в этом хабе показывает финальную встречу всех персонажей на океанической платформе, где происходит довольно типичное общение спасителей мира. Того мира мультивселенной SCP, где больше никто не прячет аномальные предметы, а гигантские роботы время от времени сражаются с огромными чудовищами из параллельного мира. Того мира мультивселенной SCP, где SCP это такое аниме. Всем пока!